Привет, мой друг! Как твои дела? Сегодня будет у нас не очень обычный выпуск, а чем-чем же он будет необычен? А необычен будет тем, что это будет дайджест новинок по вкусам от разных производителей. Конечно, не от всех, а только лишь от тех, которые у меня есть. Компания Наш выпустила целых два новых вкуса и еще один вкус на подходе. Табак Северный сделал два прикольных, свежих, необычных вкуса. Компания Дарксайд совместно с Дейли Хука АК Старлайн выпустили вкус Моко и, конечно же, долгожданный Цайбер Киви, про который мы с вами поговорим. Ну и, конечно же, компания Бакар. Она сделала целых три новых вкуса, прям отдельную линеечку. Это Патти Мейкер, это Гуд Герл и это Рок Старл. Как мы, собственно, уже к этому привыкли, почти все производители начали делать миксовую линеечку в маленьких граммах, в маленькой фасовке с очень вкусным таким ценником. Это неплохо, это очень здорово, потому что это повышает доступность бренда и не все, грубо говоря, могут позволить себе собрать этот микс из отдельных банок, потому что выйдет овер дохуя, а тут ты бамс и покурил. В чашечке у меня микс Папайя от табака Наш и свежий Бабл от табака Северный. Ну что, поехали, давайте я вам расскажу свои ощущения по данным вкусам, вызвали они у меня восхищение или нет. Наверное, начнем по традиции с компании Дарксайд, Дейли Хука или же Старлайн. Сайбер Киви. Мне пришло две пачки, одну пачечку я уже раскурил и смог уже выделить для себя этот вкус. Не будем врать и скажем честно, Сайбер Киви из последних вышедших вкусов компании Дарксайд оказался самым максимально удачным. Ты, наверное, подумал, что я скажу самым уебским и это самый хуевый киви, но это не так. Так, киви оказался просто ебанистический, он прям такой, какой должен быть. Он не сильно похож на натуральный, хотя тут сразу и вопрос, что такое натуральный киви, ведь это искусственный фрукт, так сказать. Так вот, есть нотки, схожие с альфакеровским киви, что я считаю эталоном киви это альфакер. Короче, Сайбер Киви обязательно к покуру, это очень здорово и вот тоже вот эта приставка Сайбер, ну она просто так для маркетинга. Короче, это обычный, хороший, интересный киви, где-то кислит, где-то сладит и, конечно же, свеженький. Мне он очень понравился. Что же касается вкуса Мокко от компании Дейли Хука, ну и, конечно же, в будущем Старлайн. Тут уже не все так однозначно, плюс один провальный вкус, по моему личному мнению, в копилку Старлайна. Сразу, моментально, прям пермоментно. Почему? Вкус Мокко, он очень странный. Это кофе с десертом. И через 20 минут курения этого вкуса получилось так, что все скатилось в обычную классическую десертку, которой у Дейли Хуки предостаточно. То есть, как такова Мокко, она не раскрыта, потому что на протяжении всего курения ты не покурил Мокко. Ты покурил ее только лишь первые там 15-20 минут, и то из этих 15-20 минут 5 минут забрал себе кальянщик, который раскуривал мой кальян на Мокке, и он такой говорит, бля, охуенно. Я же его покурил, такой думаю, бля, охуенно, охуенно, хуйня. Вкус разочаровал. Именно как долгоиграющий он не подходит. Но для любителей десертных вкусов, легеньких, таких прям ярких, Мокко вам зайдет. Вот. Идем к компании Бакар. Что же Бакар нам предоставили? Предоставили они три новых вкуса, и они, как понятно, входят в линейку Бакар One. Что из себя, собственно, представляют этих три вкуса? У нас здесь есть Rockstar, есть Good Girl и Party Maker. И везде есть значок диско-шара. То есть, это говорит о какой-то намечающейся вечеринке в Казани от компании Бакар. Хм, интересно, но думаю, мы это узнаем, будет вечеринка или не будет, либо это просто мои догадки. Так вот, идем ко вкусу Good Girl. Это прикольный апельсин с медовой дыней. Ну, дыня, как ни странно, здесь сыграла очень хорошо. Апельсинчик тоже раскрылся прикольно, но в целостности этот вкус из этих трех я подвинул на самое последнее место, потому что цитрус здесь не так сильно и хорошо раскрылся, и он вообще просто скомпотировался, превратился в компот, смешавшись с дынькой. То есть, он у меня отправляется на третье место. Это, конечно же, второе место у меня занял вкус Rockstar. Это из серии Алкоголя, это такая терпкая текила с тоником. Очень круто, на самом деле, для второго места, по моему личному мнению, из этих трех вкусов, алкоголочка, алкоголичка, алкоголичка, алкашка зашла здесь куда более-менее хорошо. Ну и последний вкус, это пати-мейкер, который занял у меня лидирующую позицию в этих трех вкусах, это пати-мейкер. Яркий гранатовый энергетик, то есть гранат и энергетик получилось очень здорово. Какими-то местами где-то он напоминает гранатовый опероль, но все равно не дотягивает, да, грубо говоря, вот именно по естественности аромки. Но получился он суперкрутым, и я отдаю ему третье, ой, отдаю ему первое место среди этих трех вкусов. Ну, идем к нашим новиночкам 2 на 2. Эта компания Северный выпустила два новых вкуса, это Дерзкий Апцент и, конечно же, Свежий Баббл. Что я хочу сказать по этим двум вкусам, то, что они неоднозначные. Эти два вкуса не обладают большой и яркой аромкой. Они, скорее всего, как какие-то вспомогательные вкусы. Допустим, Свежий Баббл это Стиморол. Кто помнит именно не подушечки, а именно пластинки Стиморола, то это вот прям то-то-то, когда вроде бы и не мятно, но и при этом отдает зубной пастой. Либо, другими словами, Свежий Баббл очень похож на вкус от компании DarkSide Fruity Fairy. То есть зубную пасту, но не такой прям приторнючей и надоедливой, и противной. Здесь у меня он в чашечке забит, того забито примерно 30%, и он дает такую мягкую, приятную, нейтральную свежесть. Не супернова и не мята. Что-то вот между, и это очень прикольно. Вчистую же, конечно, это будет самый скучный вкус во всей линейке Северного. Поэтому Only Mix. То же самое и про Дерзкий Апцент. Вчистую, прокурив этот вкус, я понял, что он никуда не залазит в соло. В миксах он раскрывается очень круто. Если многие подумали, что Дерзкий Апцент это что-то схожее с двойным яблоком, и как вот, забыл, короче, как в двойном яблоке основной вкус называется, короче, поняли. То не совсем. Это больше похоже на мастику. Кто знает такую сладость, как мастика, меня поймет. И во время курения это тоже отдает больше мастикой, нежели чем анисом, твою мать. Вспомнил это слово. Вкус максимально не анисовый, более такой мастиковый. И вчистую он очень противненький, а в миксах залетает очень супер. Я его также миксовал с Сайбер Киви, и получилось тоже очень здорово. И идем к нашим, наверное, последним новиночкам в нашем дайджесте. Это Папайя и Рамбутан. Что касается Рамбутана, он вышел раньше, чем Папайя. Папайя мне приехала на днях, и маленькую баночку я уже скурил. Так вот, Рамбутан по тональности, по вкусу, по терпкости и, грубо говоря, текстуре вкуса очень сильно похож на личи. Даже если загуглить, что такое Рамбутан, то как только вы вводите слово Рамбутан, он вам сразу предлагает отличие от личи. Рамбутан и личи. Чем они похожи, чем они разнятся. По факту это почти одно и то же. И даже по вкусу они немного там совсем чуть-чуть разнятся. Поэтому, если вы ищете хорошие личи на рынке, то Рамбутан как хорошая альтернатива вполне достойна. И последний наш вкус на сегодня это Папайя. И она у меня сейчас в чашечке. Она получилась такой кремовой. Не совсем тот Папайя, не совсем та Папайя, которую я как бы хотел покурить. Но при этом всем она мне очень понравилась. Чем она мне понравилась? Обычно у нее очень нежная тональность. Она более такая кремовая. Она не резкая, не острая. И конечно же не перебивает какие-то такие вкусы и не заполоняет с собой абсолютно всю чашку. Она как будто гладкая. Она сравнивается с тем, что у вас есть в чашке, если вы курите это в миксе. И конечно же, если вы курите это в соло, она отыгрывает более-менее хорошо. Не противная, не приторная, а очень приятная. Если вы ищете что-то нейтральное, фруктовое, экзотическое, то Папайя как основа, так же как в соло и так же в миксе очень хорошо зайдет. Ну и на этом все. Правда у меня есть еще парочку новиночек, но пока мне их нельзя показывать, потому что их еще официально не анонсировали. Так что ставь лайки, пиши комментарии, что из этого всего бы ты хотел попробовать в первую очередь. И конечно же зайди в мой инстаграм, там есть пару конкурсов с этими новиночками. Так что пока-пока.